Я всех приветствую. Меня зовут Юрий, кто не знает. Речь сегодня пройдет о нашем восприятии. Все, наверное, видели рекламу «Альба-Вита» — основы восприятия. Два слова. Что такое «Альба-Вита»? Это культурный проект. Я являюсь его автором этого проекта и инициатором. Цель этого проекта — объединение благоразумных здравомыслящих людей с целью в перспективе создания школы альтернативного развития. Дальше мы будем говорить об альтернативном восприятии. И слово «альтернатива» будет время от времени всплывать в нашей беседе. В ходе беседы, в ходе, может быть, сначала будет вступительная лекция, если что-то будет непонятно, спрашивайте, уточняйте. Потому что информации будет много. Раньше я читал этот курс, то, что в самом начале. «Причины искажения естественного восприятия» — это был один курс, в нем было 10 занятий. Затем «Причины искажения естественного взаимоотношения» — тоже 10 занятий. И «Причины деформации личного пространства» — тоже 10 занятий. И сейчас я этот курс трансформировал, слегка модернизировал. Сегодня у нас водная беседа. Поэтому мы будем с вами летать то на облака, то на землю спускаться, то по воде, чтобы охватить сразу все, чтобы создать такую целостную инфорсину, собственно, о чем дальше будет идти речь. Говорить я буду неторопливо. Если меня будет слышно плохо, корректируйте. Я буду говорить легче. Ну и на выбор. Хотите — запоминайте, хотите — записывайте. Как потом. Подсказанного пока вопросов нет. Просьб, пожелания, предложения. Хорошо. Тогда приступим. Значит, речь идет у нас сейчас, как было заявлено в рекламе, это естественное восприятие. Ключевое слово — это восприятие. Корень этого слова, то есть его основная смысловая нагрузка — это приятие. Это когда что-то принимается. Вот от этого давайте оттолкнемся. Чтобы кто-то что-то принял, для этого необходимо, чтобы у этого кого-то было чем обнаружить это что-то, чем там взять это что-то и куда-то поместить это что-то. Это в принципиальном плане. А теперь простой пример. Ну, еда. Для того, чтобы просто покушать достаточно носа, для того, чтобы обнаружить, где эта еда уходит. Рта для того, чтобы ее взять. И желудка это, чтобы туда поместить. В плане восприятия принцип работает точно так же. Чтобы обнаружить какую-то информацию, необходимо внимание. здесь немножко остановиться для ясности, потому что понимание, в общем-то, есть у всех. Немножко ясности. Есть такой очень распространенный пример, когда детей учат, кладут треугольнички, квадратики и кружочки, желтого, красного и синего цвета. Треугольнички, красного, желтого и синего цвета, кружочки и квадратики. Ну, а потом говорят, дай мне все треугольнички. Естественно, ребенок дает треугольнички разных цветов. Или дай мне все фигурки только красного цвета. Ребенок выбирает под цвет. Или дай мне только кружочки, только зеленого. Что это значит? Это значит, что среди вот этого многообразия фигурчиков цветов, внимание должно выделить то, что ему необходимо. Когда мы воспринимаем информацию, мы тоже выделяем то, что нам необходимо для нашей жизни. И нашей жизнедеятельности. Как сказал в свое время величайшая фраза, на мой взгляд, Атаман Сирко, «Кожем бьется, затечиваем и навыстачаем». Ну, и, конечно, все мы ищем эту информацию. Так вот, внимание, это для того, чтобы эту информацию обнаружить, выделить. Дальше включается у нас сознание. Эту информацию мы теперь должны познать. Есть два способа познать. Один способ – это что-то растворить в себе. Пусть это будет еда, или пусть это будет какое-то знание. Или если то, что мы не можем растворить в себе, мы в этом растворяемся сами. В любом случае, происходит процесс диффузии. Тоже на всех уровнях, как и в физике. Ну, и дальше эту информацию нужно куда-то поместить. Она помещается, естественно, в память. И вот эти три основных атрибута внимание, сознание и память являются основными атрибутами нашего восприятия. Поэтому дальше всё, о чём будем говорить, необходимо воспринимать в этом контексте. В любом случае, вот даже сейчас я говорю, вы меня слушаете, я взаимодействую с вашим вниманием, с вашим сознанием и с вашей памятью. Вы что-то слышите, что знаете, то есть сопоставляете с тем, что уже знаете, и это либо ложится, вам говорится на душе, либо не ложится. Когда ложится, вы чувствуете внутри такой резонанс. И возникает ощущение от тверждения, или у тверждения. А когда нет, тогда возникает ощущение от тверждения. Память у нас есть разная. Есть память у нас головы. Туда сходятся все чувства. Чувств у нас всего пять. Зрение, слух, обоняние, осознание, вкус. Есть еще внутреннее чувство. Чувство радости, печали, это сфера эмоций. Это относится к области груди. И то, что относится к области живота, это чувство равновесия, прежде всего. На основе этих трех центров здесь ждутся все сакраментальные знания, как востока, так и западного. Мне приходилось изучать и восточные знания, и западные, и практические, и эзотерические. Все, все сходят на знания вот этих основных принципов триединства. И в данном случае основой этого триединства является внимание, сознание, и память. изначально там указано причины искажения естественного восприятия. Что значит естественное восприятие? Ребенок, когда родился, как он воспринимает мир? Всем своим существом. Когда ребенок находится в утробе, он не чувствует границ окружающего мира, потому что температура окружающей среды как раз соответствует температуре его тела. Там нет раздражителей никаких для зрения, обоняния, сязания, слуха, вкуснее. Питательные вещества поступают напрямую без всякой обработки. И ребенок получает, вернее, имеет там первичное такое архетипное ощущение бытия, которое можно назвать словом положенским. Потом, когда мы рождаемся, память об этом остается как первичное память. И мы всегда стремимся вот это блаженство опять обрести, создавая себе пространство дома или общаясь с другими другими людьми. Потом появляются раздражители, мы начинаем чувствовать границы. И прежде всего это границы восприятия. Границы есть в любом случае. Если вы смотрите куда-то вдаль, то что является границей зрения? Горизонт. Не линия горизонта, а то, насколько далеко вы можете увидеть. Что-то удаляется, удаляется, превращается в точку, потом просто ищет. Но если мы возьмем подзорную трубу, и горизонт приблизится, и мы увидим дальше. Но наше зрение ограничено вот этой дальностью. вслух ограничен тоже каким-то диапазоном. Низкие частоты, высокие частоты и так дать. Где же и когда происходит искажение этого восприятия? В процессе воспитания и в процессе обучения? Здесь нужно отметить, что любое существо, когда появляется на этот свет, несет в себе родовую программу. Родовая программа это программа жизни и выживания. она работает в трех режимах. Если условия благоприятные, то существо, организм растет и развивает. это пример вы видите всегда зима, весна, леса, осень. Лето, весна наступает, все расцветает, потом наступают неблагоприятные условия. и программа включается в режим сохранения. А может быть еще какие условия? Невыносимые. Ну вот например в свое время в 86 году Чернобыль в Шарах. Кто-то погиб, а кто-то выжил. Родовая программа переключилась в режим преображения. Внешне это можно видеть как нервную мутацию, но объект вышел. Здесь тоже заметьте присутствует триединство. В процессе воспитания что происходит? Смотрите, чего вообще хотят любые нормальные родители от своих детей. Вот когда их воспитывают чему-то лучше. Вот родился ребенок, он сам ничего не может. Сам ничего не может. Он не может ни перепеленать себя, ни покормить себя, ничего не может. То есть для своего обеспечения он ничего не может. о нем нужно заботиться. Его нужно купать, его нужно кормить, его нужно убирать и так далее. И так до определенного возраста. Его нужно обеспечивать и его нужно наставлять. Собственно только в этом и нуждаются заботы. И по мере роста и развития человеческой личности отпадает необходимость заботиться. Ребенок уже может сам на себе заботиться, а сам может одеть себя, раздеть, покормить. Его нужно только обеспечивать одеждой, едой, условиями. Со временем и эта необходимость отпадает. Ребенок может уже сам о себе позаботиться и обеспечить себя. Он нуждается только в наставлении. Но со временем и в наставлениях ребенок перестает нуждаться и вот тогда он становится равным родителем. То есть можно сказать, что он становится взрослым существом. Это как раз ответ на один из вот этих вопросов. Что такое взрослый? Она проявляется в самостоятельности. То есть когда ребенке уже заводится ненужно, можно сказать, что ребенок стал самостоятельным. Когда он сам себя может обеспечить, можно сказать, что он стал самодостаточным. А когда его не нужно уже наставлять и давать ему всякие советы, иногда даже можно у него попросить совета, ребенок становится самосознательным. Само, само, само. И если вот эту самость не развивать, подавлять, угнетать, это приводит к тому, что человек растет, а личность нет. В итоге вырастают инфантильные люди, которые буквально требуют, чтобы о них заботились, чтобы их обеспечивали, но ни в коем случае ничему не учили, не наставляют. Но это всем знакомая ситуация, да? Учить меня не надо, дайте мне денег, дайте мне то, дайте мне все. Как это происходит? В каких случаях? Как это вызгибать? Что можно с этим сделать? Как это можно исправить? Вот об этом собственно и первый курс причин искажения естественного восприятия. Чтобы вот эти искажения восприятия были устранены, а сами искажения были исправны. Человек в отличие от животного способен не только сознавать то, что происходит, он еще и способен осознавать то, что сознает. А это значит, что человек может перепрограммировать не только свое восприятие, а еще и свои инстинкты. Ну, если человек поскольку, если йоги способны останавливать сердце и закапываться в бедру на 40 дней, это о норме говорит, о том, что у человека очень большие разложенные возможности природы. Само собой, само собой, искажения естественного восприятия ведут к искажению естественных взаимоотношений. Где у нас отношения являются естественными? Нормальные, здоровые отношения прежде всего в роду, то есть в семье. Какие у нас отношения в роду, в семье? По вертикали это старший и младший, сильный и слабый и мудрый и глупый. По горизонтали это отношения партнерства, братьства, братьства. И вот если вертикаль нарушается, а она как раз в процессе воспитания, формирования личности и нарушается, потому что родители чаще всего стремятся от ребенка избавиться, сами себе в этом не избавляют. Потому что ребенок нуждается во внимании, нуждается в абсолютном внимании, в полном внимании. Ну, а как правило, бывает так, жизнь складывается, что просто на это не хватает времени. А чаще всего не хватает просто элементарного желания участвовать в жизни ведомка. Ты спишь там, мы спим здесь. Ты должен быть самостоятельным, ты должен делать то, а как к этому прийти? Какой пример подать? Вот об этом чаще всего не задумывается. Естественно, в смысле, само собой это приводит к тому, что человек вырастает и вот эти отношения становятся ущербными. понимают. Какие у нас отношения вообще могут быть? Ну, во-первых, семейные отношения, самые близкие отношения, дружественные отношения. Кто такой друг или подруга? Кого можем назвать? Какого человека можем назвать? Вот этот друг это человек, который мы однозначно знаем, он нас поймет, то есть он нас понимает примерно одинаково он носит. Дальше он нас всегда мы на это можем рассчитывать, всегда нас поддержит и всегда поможет. Так? Если человек нас не понимает, мы не можем друг друга. Если мы не ожидаем поддержки и помощи, то это тоже не друг. Это может быть приятель, это может быть знакомый, но это не друг. Отношения могут быть дружеские, отношения могут быть партнерские, соседские. а там дальше уже есть добрососедские, не дружеские. Это все уже зависит понимание. А вот здесь мы снова вернемся к этим трем очагам. Потому что восприятие вижу, знаю, могу. Это три сердца. Три сердцевины трех котлов жизни. Или трех очагов в жизни. Здесь у нас происходит одна работа, здесь мыслительные процессы, здесь у нас происходит эмоциональное, все, что касается эмоций. Потому что эмоции мы переживаем без помощи людей. Это другая сердцевина. Третья сердцевина в животе находится. Это все, что касается нашего тела и организма. Здесь находится и центр жизненной силы, и центр массы, и центр формы. Вот это вот центр формы, центр нашей формы. Я поясню, если взять например палочку, она будет одинаковая, то есть без таких утолщений и отключений, вот точно палочка. И вот у нее есть форма и у нее есть масса. И вот если посмотреть где находится центр этой формы, мы видим него посреди. Центр массы тоже будет посреди. Но если мы возьмем молоток, то центр формы останется там же, а центр массы изменится вот к этому углу молотищу. Понятно? В смысле возьмем блоки? Не палочку представить? Если мы возьмем не полотку, а здесь будет тяжелее. То есть у нас здесь в животе находится и центр формы нашего организма, форма имеет границы, центр массы всей нашей массы и центр жизненной силы. В древности как говорили, не щадя живота своего. Это не значит, что не щадя кишек своих, а не щадя живота мысли жизни. Там ребенок зарождает. к животу матери вот это дети когда бегут возьми меня на ручки. Ну что значит на ручки? Ну реально что он не на ручки хочет, он к животу хочет, на ножки хочет, ручками обнять. а потом когда вырастает он подходит к матери на колени опускается еще и голову живет. Голову. Потому что он там находился он там родился. Там его центр пребывал как раз с центром матери. Он там формировался он там рос и он это запоминает. В этом в общем-то и состоит преимущество матери. Так что перед игроков. Ну и конечно же когда нарушено восприятие отсутствует взаимопонимание. А если взаимопонимание отсутствует тогда отсутствует взаимное доверие. Ну не станете же доверять человеку которого не понимаете. Верно? Это инвентарно. если нет взаимного доверия о каком взаимодействии нужно теперь речь? О военном. Не всегда но можно быть. Ну тут надо уточнить о каком военном. Потому что знаете тут можно впасть в крайность. Есть такой анекдот когда Вовочка заявил что у него дедушка воевал с Чапаевым. пригласить дедушку чтобы мы его послушали приводить дедушку делать правду что вы воевали с Чапаевым. Да расскажите как это было. Да один раз помню на утече сидел смотрю плывет дал очередь сразу на дно пошел. Воевал с Чапаевым. Но он же мог и воевать на стороне Чапаева и тоже воевал с Чапаевым. Вот как раз этот момент указывает на альтернативное мышление. То есть альтернативное мышление предполагает видение сразу всех возможных сторон какого-то события или какого-то объекта. Сразу всех. например ну вот температура мы видим шкала поднимается столбик ртутный поднимается и опускается. Что это значит? Это значит что тепла стало больше. Но если тепла стало больше значит что холода стало меньше. так же? Или если мы говорим что холода стало меньше а это значит что тепла стало больше. Дело в том что мы не можем сказать одновременно что и холода стало меньше а тепла стало больше. поэтому поэтому создаются условия для оптимистов и пессимистов вот тоже приведу такой пример сводка новостей вчера в подворотне хулиганы напали на мужчину и избили до полусмерти в общем то об этом можно было бы сказать другими словами хулиганы напали в подвороте на мужчину и избили его до полужизни а ну да ну в принципе ну да та 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 логика та та то нет был один глаз то есть альтернативное мышление оно предполагает что даже если речь идет о чем-то одном то обязательно у этого чего-то одного есть еще как минимум другая сторона теневая а то и может быть еще трепест и все зависит от того сколько сторон вы видите мало того что значит триединое мышление любой процесс он имеет причину следствие и последствие и когда этот процесс происходит например в какой-нибудь ситуации находитесь очень важно видеть в каком месте этого процесса вы находитесь в месте причины где вы можете повлиять на эту ситуацию в месте следствия где вы на причину повлиять не можете а можете только на следствие или уже последствия вот опять же возвращаемся к воспитанию смотрите ребенок что-то натворил что нужно сделать вот этому ребенку что нужно сделать осознать понять что он сделал в чем состоит ущерб если он этого не видит ему нужно это показать и когда он это увидит он самостоятельно потому что это нормально для здравомыслящего человека постарается это что сделать исправить исправить это значит что вот причина это где-то еще причина ее можно исправить а вот если исправить нельзя тогда что можно сделать компенсировать или избавиться от лекарств а вот это уже что ну да в случае военных действий то да вот ну а если невозможно не исправить не компенсировать тогда нужно хотя бы сделать должные выводы и покаяться то есть есть ли ребенок или человек который ну что-то сделал для вас плохое и это принесло какой-то ущерб ну что-то вы кому-то дали а он это взял и что-то с этим сотворил или то извини я вот сделал но я исправил я исправил ну хорошо вам все в порядке работа или слушай исправить не могу вот взял поломал исправить не могу вот я тебе вот куплю другое или пусть это будет не та же вещь а чем-нибудь другим компенсировать ну хорошо и как-то в этом уравновесили а он приходит и говорит слушай не исправить не могу не компенсировать нет возможности но я осознал что я сделал и теперь понимаю что я должен делать и чего не делать чтобы вот это не повторило и вы хотя бы видите это покаяние и понимаете что этого человека можно оставить в кругу своих близких людей потому что от него дальше ну да что-то натворил но дальше вреда от него в жизни ну и конечно же когда возникают искажения во взаимоотношения то подавляется рост развития личности подавляется в воля и сам рост и развитие а рост предполагается направление вверх а развитие вши возникают деформации у каждого существа есть своя форма у ели вот такая у дуба вот такая у божьей коробки вот такая форма когда-то мне довелось читать книгу человек который смеется если кто читал может помните там фигурировали такие личности компрочекоз это те которые деформировали ребенка то есть маленького ребенка они воровали по заказу такого заказчика и что делали ребенок его тело растет они его например сажают в кукшин кукшин не делают отверстие для рук и для головы и у него руки и голова растет а ноги и туловища нет ну до определенного возраста они угнетаются потом кукшин разбивают и дальше он уже растет уже пропорции изменены и он уже есть такой как вы видите а что касается например нашего нашей личности здесь необходимо остановиться на том что же собственно такое личность с чего она состоит в процессе формирования личности опять же развиваются три центра давайте с другой стороны всем знакомо понятие древа жизни человеке дерево они всегда существовали рядом и очень много у человека с деревом связано опять же само слово деревне или древо рода почему древо почему именно дерево а не что-нибудь другое потому что у самой природы человеке дерево это в принципе одно и то же с точностью зоны оборотов одно другое прекрасно выполняет то что человек выдыхает дерево вдыхает то что для человека является испражнением для дерева является удовременным у человека где-то родные органы находятся внизу у дерева вверху у человека и у дерева ось стоит вертикально у всех животных горизонтально собственно из-за этого у животных не бывает остеохондроз они мучаются больно в спине потому что все время позвоночник прогибается а вот в дерево могут быть проблемы у человека естественно все больше так вот если посмотреть на дерево что мы видим мы всегда видим корень ствол и крон легко предположить что у человека то же самое только наоборот причем заметьте ствол и крон мы видим а корень нет где у человека корень находится голове а вот этими вот корневищем ветви то что впитывает информацию это как раз и есть органы наших чувств то есть наши чувства которые имеют и вот и вот позвоночник позвоночник а вот это ветви вот если вы возьмете нервную систему человек растет из головы вот сперматозоид это что такое это голова и хвостик потом этот хвостик растет он превращается в позвоночник там вырастают ручки и ножки вот так развивается можно посмотреть на лягушку вы видите то же самое если посмотреть на нервную систему человек вот взять исключительно нервную систему вы видите дерево жизни то есть она там она есть если говорят что все болезни из нервов это точно так оно в принципе то есть если мы говорим о личности то мы тоже подразумеваем некий корень некий ствол и некую хрону что формируется в голове в личность ну возьмем такую личность хорошую личность добропорядочную благородную благородную личность волевую это высокая мораль верно потому что в голове мы делаем жизненно важные для себя выводы вот что нужно делать в жизни а чего не нужно делать и вот это является нашей моралью есть у нас еще аспект нравственности ну понятно нравится не нравится это здесь у нас нрав нрав может быть таким крутым может быть всмят ну какая личность зависит от того то есть это какими эмоциями человек себя питает ну и что еще кроме морали и нрава это характер характер здесь потому что характер это прежде всего проявление жизненной силы и воли там где нужно их проверить если мы говорим о чертах характера то это обязательно будут черты волевые все согласны но теперь понятно что если мы что-то воспитываем так то мы воспитываем лично вот в школе людей учат но не воспитываем а что воспитывается характер нрав и народ вот их нужно питать правильными здоровыми эмоциями правильной здоровой информацией и правильными здоровыми поступками я утверждаю что любая информация которая поступает в наш организм от еды до каких-то мыслей является материалом из которых формируется наша жизнь то есть от которой зависит рост и развитие если этот материал гнилой то и личность будет гнивая это как дом строит из гнивых кирпичей сколько времени мы уделяем фундаменту этого дома сколько времени и внимания мы уделяем стенам и крышам как правило уделяется внимание воспитания ребенка уделяется внимание поступкам ты себя неправильно ведешь вот так неправильно делать почему я же делаю так никто не делает я делал я мало того что я пока вы не видите много кто так делает мало того родители говорят так делать нельзя а ребенок видит что стами то они так и делают и формируется такое понимание что дескать это пока я вот такого роста это нельзя а когда я уже стал вот такого вот тогда мы уже будут то есть уделяется внимание поступкам а вот или нравственности да это некрасиво вот это некрасиво это нехорошо чему нехорошо чему некрасиво но свои представления о красоте и о том что такое хорошо а вот здесь вы же как правило все их спотыкаются потому что объяснить не могут а почему потому что мало у кого мало кто видит вообще вот эту мораль корень всего корень личности то есть причина чтобы ребенок понимал ему нужно объяснять ему нужно пояснять ему нужно покатывать и прежде всего быть примером потому что от понимания помните вижу знаю могу вот то что я вижу вот то что я выделил своим вниманием то я могу понимать а вот что я не вижу ну как я могу понять если это вы не то что я вижу то знаю а вот то что я знаю влияет на то как я отношусь к тому что вижу то есть понимание зависит отношение окружающим людей окружающей природе окружающим событиям и вот уже отношение к окружающим влияет на поведение на ваше могущество что вы можете а что вы не можете если вы чего-то не можете это значит что вы чего-то не знаете а если вы чего-то не знаете значит что вы чего-то не видите то есть что то вы не учитываете И если вы это увидите, вы это будете учитывать. А если вы это будете учитывать, вы это будете знать. А если вы будете знать, вы будете это учить. Вот эта ось называется осью личности. На примере одного человека, я уже сказал, вижу, знаю, могу. А на примере, например, целого народа, например, народа Украины. Здесь формируется, вот взять человечество Украины. Человечество какой-либо страны. Вот есть такое общее понимание. Общее понимание мира, общее понимание происходящего. Это что значит? Это формирует идеологию. Куда к нам приходят идеи? Вот сюда, в виде чего? В виде мыслей. То есть есть какая-то общая идеология у людей. А идеология влияет на отношения. А отношения у нас какие бывают? Внутренние и внешние. То есть внутренняя политика, внешняя политика. Это же в семье есть внутренняя политика. Внутренние и внешние отношения. Вот так мы внутри относимся. А вот так вот к соседям. Ну уже так. Одинная семья. А от того какая идеология и какая политика зависит то, какая экономика. То есть как и сколько мы расходуем свои ресурсы. Прежде всего время и силы. Ну и соответственно какие-то материалы. И если экономика у нас страдает. То есть если мы, например, тратим больше, чем получаем. То это значит, что что-то у нас неправильно в политике. В отношениях. Потому что отношения всегда зависит от соотношений. А если что-то неправильно в политике, то это же что-то неправильно в идеале. Вот что, вопросов пока еще не было никаких? Что понятно? Давайте-ка я посмотрю, что тут я еще не сказал из того, что мы обещали. Так. Спасибо. Продолжение следует...